Наш следующий сегодня докладчик вам тоже знаком по прошлогодней конференции, где Сергей Сергеевич Харуджи размышлял о русском старчестве. Сергей Сергеевич доктор физико-математических наук, профессор философии, директор и основатель Института синергии и антропологии, член редколлегии Альманаха «Богословские труды». И сегодня Сергей Сергеевич будет говорить о надежде, чаянии и отчаянии, экзистенциальной, антологической и эсхатологической измерения феномена надежды. Прошу вас. Спасибо. В процессе подготовки доклад претерпел некоторые изменения, включая его название. Я надеюсь, что здесь у переводчиков уже правильный текст и правильное название. Все проще. Вместо этой глубокой философии называется «Космос христианской надежды». Я с большим послушанием отнёсся к объявленной теме конференции, поэтому доклад посвящён прямо и непосредственно надежде. И я попытался весьма кратко представить основные положения богословия надежды и отчасти и философии надежды. Доклад снабжён и эпиграфом. «Надежда для души есть то же, что дыхание для живого организма». Габриэль Марсель – один из основных современных авторов, писавший о надежде. Богословский разговор о надежде не может не начинаться с апологии надежды. Для христианского сознания надежда неотделима от двух спутниц, вместе с которыми она образует привычную всем нам триаду основоположных начал христианской жизни. Они ещё христианские добродетели, в западных языках называемые богословскими добродетелями. «Вера, надежда, любовь». И вот спутницы, которые надежду обрамляют, они великие спутницы. Обе как будто надежду превосходят по важности, по значению и как бы заслоняют её. Ну, в самом деле, что говорить? Любовь – это даже не только верховное начало христианской жизни, это вообще сам Бог. Вера, определяющая свойства всех нас, христиан, – залог единства и соединения с Богом. А вот для надежды столь же великой миссии не видно. И она в сравнении кажется чем-то меньшим, какой-то меньшей сестрой. Но тогда отчего сам апостол Павел включил её в триаду этих великих начал? Вот это положение надежды, оно ручается за то, что и содержание надежды – это тоже должно ей обеспечивать какое-то равновеликое значение в христианской жизни. Ну и отсюда сразу первая задача христианской мысли о надежде. Надо увидеть и раскрыть вот это содержание, которое явно должно быть равновелико и вере, и любви. Можно сразу обозначить главную линию вот в этой апологии надежды. Она прямо подсказывается центральным положением в триаде. Триада – непростое перечисление. Тут есть внутренний порядок, есть смысловая последовательность. С духовной жизнью всегда связан неотрывно принцип пути. И на поверку триада отражает путь христианина. Вера принадлежит к началу этого пути. Вступление на путь – это именно обретение веры, событие обращения. Дальнейшее следование по пути – это укрепление связи со Христом, продвижение к соединению со Христом. И вот это продвижение, оно осуществляется в христоцентрическом богообщении и означает возрастающее приобщение наше к любви Христовой. А финал пути – обожение – есть вхождение в иной порядок бытия, который попросту тождествен любви. Как современное православное богословие усиленно разъясняет, Бог, любовь, а наряду с ними и общение – суть, собственно, тождественные понятия, разные имена одной реальности. Иными словами, любовь – завершение христианского пути. И стало быть, вся триада, вера, надежда, любовь – это никак не набор отдельных элементов христианской жизни, а это упорядоченный образ целого, образ христианской жизни как пути восхождения ко Христу. И в этом образе надежда-то оказывается ключевым соединительным звеном. Вот это её положение явно указывает, что надежда несёт в себе движущее начало. Она должна иметь динамическую природу. Именно она мотивирует и стимулирует продвижение по христианскому пути. И вот это, мы уже понимаем, вполне достаточная апология надежды. Путь христианина движется надеждой и совершается в стихии надежды. Ну и стало быть, то, что мы должны проделать, это представить, описать попросту христианскую жизнь вот в этом измерении надежды, которая, как мы выяснили, ей сопутствует. Ну, специально я не буду напоминать, что называется Керригму надежды, фонд свидетельств писания о ней говорящих. Всем это нам памятно. И по преимуществу, конечно, домостроительство, экономия христианской надежды определяется новозаветной, а не ветхозаветной частью, и она представлена в послании, в первую очередь в послании к римлянам. Ну и мы постоянно по ходу будем обращаться к этим основным свидетельствам Павла. Первое и важнейшее из всех свойств христианской надежды – это как раз обращенность ко Христу, христоцентричность. Надежда, разумеется, принадлежала человеку изначально, ветхозаветный Израиль достиг уже сверхъестественной надежды. Это форма надежды, обращенная к единому Богу. Но с пришествием Спасителя приходит в корне новая христианская надежда. Об этом прямо заявляет послание к евреям. Цитирую. «Закон ничего не довел до совершенства. Вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». В послании Петра обновление надежды связывается с воскресением Христа. Бог, не спаславший на землю Сына, есть, цитирую, «Бог и Отец, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». В греческом оригинале тут стоит именно возрождение к надежде, эйс-элпида. Павел в послании к Тимофею прямо называет Господа Иисуса Христа надеждой нашей. И в послании к Колоссянам вновь говорит, что воплощение надежды христианина сам Христос. Цитирую. «Какое богатство в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас? Упование славы». В оригинале опять Элпис. Христианская природа надежды означает, что в конечном итоге и причина, и цель, и движитель надежды – сам Бог. Вот это и есть новая надежда, к которой человека возрождает воскресение Христово. Но она не отменяет всего многообразия и форм, и функций надежды, которые были раньше и которые глубоко укоренены в человеке. Надежда продолжает быть многогранным явлением. Это и эмоциональное переживание, и духовная установка, и культурный феномен, универсалия культуры. Но живое упование христианина кардинально переустраивает и ансамбль форм, и множество действий, и множество задач, надежды, всю её экономию. Во всём оно делается христианским домостроительством. Ну и отсюда явственно выступает главная черта вот этого домостроительства. Надежда – есть установка, которая выражает положение человека как путника ко Христу, как человека в истории, тем самым в священной истории. Надежда говорит, что способ бытия человека – это бытие на пути. На Западе очень распространённая формула статус виаторис. Как движущее начало пути надежда имеет живую, динамичную связь и с началом верой, и с завершением любовью. Цитирую. «Надежда происходит из веры, как растение из семени», говорит святой Иоанн Кронштадтский. Происходя из веры, надежда направляет нас к любви и в неё вводит. Цитирую другого святого Иоанна, уже Иоанна Лествичника, «Надежда есть дверь любви». В обожении, в соединении со Христом в Духе Святом и на подступах к обожению, надежда достигает своего исполнения и свой путь завершает, сменяется любовью. То есть рамки её совпадают с рамками земного существования человека. Спиро-спэро. В особенности в западном богословии старинная большая тема аргументировалась, что ни в раю, ни в аду нет надежды. Основу смыслового содержания надежды составляют три её фундаментальных слагаемых, которые в экзенезии, в богословии издавна выделяются. Ожидание, доверие и терпение – это вместе как бы три главные измерения мира надежды, три столпа, на которых стоит христианская надежда. Ожидание – это эсхатологическое измерение, доверие – соборно-церковное измерение, и терпение – это аскетико-антропологическое измерение. Ну и последовательно я рассмотрю их кратко, и мы получим наглядное представление об этом космосе нашей надежды. Ожидание. Ожидание – есть переживание наше, направленное к будущему. И в христианском дискурсе надежды оно отчётливо принимает смысл переживания и устремления, направленного не просто к будущему, обозримому, но к вещам невидимым, к будущему, которое за гранью века сего. Цитирую. Надежда же, когда видит, ну, это памятная всем цитата, наверное, я её опущу, когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Это из послания к римлянам, конечно. Вот. Этими словами надежда чётко отделяется от желания, переживания, которое родственно в известной мере, но имеет здешнюю направленность, мирскую. А в отличие от желания, надежда и ожидания суть эсхатологические категории, говорящие о вещах последних. Ну и как таковые, они не могут иметь какого-то здешнего оправдания и обоснования. Они нуждаются в других основаниях. И вот эти основания надежда и обретает в области веры. Напомню, цитировано уже, надежда происходит из веры. А конкретнее в чём? В обетовании спасения, которое Господь дал верным. Бог, цитирую, хочет, чтобы все люди спаслись. И нерушимость этой воли Господа, вот она и даёт почву нашей надежде. Опять цитирую из послания к евреям. Будем держаться исповедания, упование неуклонно, ибо верен обещавший. Вот это и есть эсхатологичность христианской надежды, её направленность к последним вещам, о которых и говорит обетование спасения, к воскресенью и бессмертию. Павел перед Синедрионом свидетельствовал, цитирую, «служу Богу отцов моих, имея надежду, что будет воскресенье мертвых». Это издеяние. А в послании к Титу Павел говорит, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот это примирный предмет нашей надежды. Ну и, конечно, в этот круг эсхатологизма надежды входит и Парусия, второе пришествие. Опять цитирую. Явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы жили в нынешнем веке, ожидая явления славы великого Бога и Спасителя нашего. Ну, эсхатологическая природа ожидания за собой влечёт целый ряд свойств. Последние вещи – явления абсолютно особые. Они охватывают не только человека, но весь тварный мир, несут в себе финальное преображение мира, в котором изменяется сам способ его бытия. Отсюда возникает связь надежды с судьбой всей твари. И Павел в послании к римлянам абсолютно прямо на такую связь указывает. Цитирую. Ну, опять то, что памятно нам всем. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божиих». Вот эти стихи Павла, знаменитые, многосмысленные, даже таинственные, они необычайно расширяют сферу надежды. Тут надежда выходит за пределы, что называется, антропологической реальности. Она оказывается свойством, предикатом, как мы выражаемся, присущим не только человеку, даже не только всему живому, как часто понимают русский термин «тварь», но всему космосу, всему совокупному творению. В оригинале именно это и стоит. Так что из эсхатологичности надежды необходимо вытекает её космичность. Апостол описывает, как весь космос становится космосом надежды, который движется к последним вещам, к исполнению обетования спасения, будучи движим, будучи проникнут обоюдной надеждой, надеждой человека, который получил обетование, и встречной надеждой всей твари, которая ожидает своего освобождения через человека, через, цитирую опять, славу, которая откроется в нас. Здесь богословие надежды смыкается с богословием преображения, которое говорит о назначении тварного бытия, о путях исполнения этого назначения и о финальных формах исполнения. Здесь христианская надежда обретает космический аспект. И отсюда ведут связующие нити к концепции космической литургии преподобного Максима Исповедника, концепции, которая описывает космическую миссию христианства, и которая в сегодняшнем православном богословии вызывает очень усиленный интерес. Мы это очень много как раз сегодня изучаем. Включение домостроительства надежды в космическую литургию кажется должным, естественным, но здесь стоит ряд непростых вопросов. Из послания к римлянам нам рисуется встреча двух надежд. И эта встреча – событие богословски важнейшее, но практически пока не попадавшее в фокус богословской мысли. Но событие-то при этом далеко не простое. Что такое надежда всей твари? Надежда космоса? Это явление не описывалось и не продумывалось. Но, разумеется, послание к римлянам исключает, чтобы апостол попросту употребил какую-то метафору, какой-то образ, за которым в реальности ничего не стоит. Что такое надежда космоса? Как должна достигаться встреча двух надежд? Как она протекает? Это большая тема для глубокого размышления. Дальше. Ожиданием выстраивается главное измерение мира надежды. И именно ожидание, вот эта напряжённая устремлённость к премирному будущему передаёт уникальность христианской надежды. Вот здесь-то надежда и получает своё особое место и роль в христианской жизни, в своём эсхатологизме и космизме. Создаваемое здесь измерение философски является и бытийным, онтологическим измерением. Надежда выступает как бытийный принцип, связываясь с преображением здешнего бытия, с его трансцендированием, как мы говорим, в философии. Ну и раз надежда свойства самого способа человеческого бытия, то не может в бытии нашим быть полной лишённости надежды. Не может быть абсолютно безнадёжных ситуаций. Коль скоро надежда – это просто свойство нашего способа бытия, независимо от каких-то наших конкретных эмпирических ситуаций. Поэтому, конечно, мы видим массу ситуаций, которые эмпирически и рационально безвыходны, безнадёжны. Но мы знаем, что в христианском смысле лишённости надежды, тем не менее, здесь нет. Что отсюда вытекает? А вытекает, что надежда включает в себя некую способность особого видения мира, в котором такие конфигурации вещей и явлений, которые на нашем, на эмпирическом уровне, совершенно жёсткие и нездвигаемые, вот в этом зрении надежды оказываются сдвигаемыми, оказываются пластичными. Впервые это свойство заметил и описал как раз Габриэль Марсель, и он его назвал способностью некоторого разжижения реальности, флюидификациём. Но очень важно говорить, что вот это видение расплавляющее, делающее пластичной жёсткую реальность, оно не предполагает вовсе какого-то рационального расчёта возможностей и шансов. Дискурс надежды это не технический дискурс. И Габриэль Марсель опять-таки подчёркивает, что, цитирую, надежда не интересуется вопросом как, в ней развертывается нечто атехническое. Надеясь, я ничего не создаю в точном смысле слова, но я обращаюсь с призывом к существованию в мире некоторой креативности и реальных ресурсов для этой креативности нужных. Дальше. Вот эта антология христианской надежды раскрывается ещё через связь со свободой. Аналитика надежды показывает, что предпосылкой чувства надежды является переживание своей ситуации в мире не только в конкретных обстоятельствах, но самой природе и сути, как ситуации отсутствия чего-то насущного, ситуации скованности, пребывания в плену. Опять цитирую Марселя. В некотором совершенно общем аспекте существование человека предстаёт как бытие пленника. и именно тогда, когда оно проявляет этот аспект, оно оказывается под эгидой надежды. Здесь, как мы все замечаем, логика надежды сближается с известной мифологемой Платона о пещере в диалоге государства. Оказывается, что надежда как таковая, независимо от конкретных форм, это в глубине надежда на освобождение, на свободу. И Марсель опять-таки говорит, есть внутренняя тайная связь между надеждой и свободой. Ну, а мы скажем, что в христианской надежде эта связь абсолютно не тайная, а наоборот, явная, яркая. Павел римлянам говорит именно о надежде на освобождение от рабства в свободу. Но отсюда ясно и противоположное, что надежда оказывается тем важнее для человека, чем сильнее его несвобода. И вот здесь берет начало большая тема о роли надежды в экстремальных условиях, бедствий, бег, тюрем, лагерей. Это тема преимущественно о сложных психологических проблемах. И здесь у нас был доклад профессора Пападопулоса, как раз великого, одного из крупнейших сегодня в мире специалистов именно по этой проблематике. Поэтому я могу здесь только кратко обозначить отослав вот к другому, что звучало у нас. Свидетельства говорят, что экстремальные и невыносимые условия, когда они длятся, вот именно в этой ситуации надежда приобретает максимальную важность. Тут она необходимые условия выживания и утрата надежды прямой путь к гибели. Именно так обобщает свой опыт психолога в немецком концлагере Виктор Франкл, тоже общеизвестный автор. И то, что я сейчас процитирую, тоже наверняка у многих в памяти. Тот, кто уже больше не мог верить в будущее, в свое будущее, был потерян. Вместе с будущим он утрачивал и духовный стержень, внутренне ломался и деградировал как телесно, так и душевно. Притом, в тех формах, которые там надежда принимала, особенно важно было общение с некоторым адресатом, который приобретал абсолютное значение, становился, как говорят и в философии, и в психологии, абсолютным ты, ради которого и надо оставаться человеком и выжить. Опять цитирую Франкла. Обнаруживалось, что в сознании каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, уже давно нет в живых, но он все же каким-то образом присутствует здесь и сейчас как интимнейший собеседник, ты с большой буквы. Для многих это был первый, последний и вечный собеседник Бог. Ну, вот здесь уже у нас выступает связь надежды с общением и мы тем самым уже перешли к соборному измерению надежды. Оно ассоциируется с предикатом доверия и это может показаться не совсем сначала понятным. Мы знаем, что в Новом Завете доверие это всегда доверие к Богу, а тема отношений с ближними в Новозаветную речь о доверии практически не входит. Но это только внешнее впечатление, ибо за всеми категориями христианской жизни стоит горизонт церковности, а стало быть и соборности, и общения. И доверие с этим горизонтом прямо связано. В экономии надежды доверие к Богу это в первую очередь доверие к его обетованию спасения. Лучший пример которого явил праотец Авраам. Цитирую опять Павла. «Праотец не поколебался в обетовании Божием, но прибыл твёрд в вере, будучи уверен, что он, Бог, силён и исполнить обещанное». Христианское спасение – это, конечно, спасение каждого из нас лично, и потому обетование относится лично ко мне, но не как к изолированному индивиду, а как к члену церкви. Поэтому доверие моё церковно, оно меня соединяет с сообществом христиан. И на поверку в надежды множество вот таких церковных и соборных граней, начиная уже с её происхождения из веры, поскольку вера-то наша безусловно церковна, цитирую митрополита Иоанна Зизюлоса, «Православная церковь не знает иного способа переживания христианинам веры, чем быть членом церкви, и вслед за верой надежда также изначально церковна». А в метафизике это передаётся, как говорит Марсель, тем, что надежда всегда связана с совместностью. Вот у Марселя надежда, общение, совместность, между ними теснейшее взаимодействие, такая динамическая связь. Надежда возникает в совместности, живёт в совместности, и, как говорит Марсель, является собой предчувствие и эманацию будущей совсем близкой и глубокой совместности. в углублённом единении меня с другим с большой буквы пробуждается наша общая способность к надежде. И вот эта надежда и становится дверью любви. Ну, и нельзя не упомянуть, что вот этот элемент совместности, он в составе надежды особенно важен оказывается тогда, когда надежда оказывается под угрозой, когда её пытаются уничтожить противоположные переживания отчаяния, уныния. Именно совместность с ними помогает бороться, тогда как одиночество и замыкание напротив их усиливают. Марсель даже попросту отождествляет одиночество и отчаяние. Надежда и отчаяние – это весьма большая тема, поскольку отчаяние своя богатая история и в философии, и в духовной жизни. Самая подробная философия отчаяния представлена у Херкигора в отдельном трактате «Болезнь к смерти». Но Херкигор, как всегда, глубоко парадоксален, и он отчаяние в связь с надеждой вообще не ставит. Об отчаянии целый трактат, а о надежде там ничего. По Херкигору противоположность отчаяния – это как раз вера, а не надежда. Ну и, как многие знают, Херкигор оценивает отчаяние крайне амбивалентно. С одной стороны, говоря о его разрушительности, а с другой, утверждая его высочайшую ценность и продуктивность. И, в частности, в отношениях и с верой, и с надеждой отчаяние по Херкигору – это не только их противоположность, но и путь, странным образом, путь к ним. Какие-то определенные виды отчаяния по Херкигору очень интенсивно развивают нашу внутреннюю реальность и тем самым вплотную подводят к вере. Херкигор даже говорит, первый элемент веры – отчаяние. Ну, а надежда растет из веры, то она в том же двойственном отношении. Но вот эта конструкция Херкигора – это парадоксальное исключение. А в целом, разумеется, и в богословии, и в аскетике надежда и отчаяние – это пара противоположных, противоборствующих начал. По Марселю отчаяние – постоянный спутник надежды. В надежде как тень всегда присутствует то, что он называет искушение отчаяния. И акт надежды, событие надежды – это прежде всего преодолеть искушение отчаяния. И, хотя Марсель не великий знаток православной аскетики, но у преподобного Иоанна Лествичника мы находим прямо такие же суждения. Цитирую. Надежда истребляет отчаяние. Причем никакой двойственности в отношении к отчаянию в аскетике у нас нет. Лествичник пишет, цитирую, «Невозможно спастись отчаявшемуся, кто отчаивается, тот самоубийца». А уже в наши дни дискурс отчаяния в аскетике дополняется и обогащается опытом преподобного Силуана, которого почти каждый из выступающих у нас здесь упоминает. Знаменитое духовное правило «Держи ум свой во аде и не отчаивайся» много очень обсуждалось, обдумывалось. Но уже первый комментатор Игумен Сафроний указывает, что главный смысл в глубоком смирении. Однако вместе с тем значок необычайной силуановской силы и глубины смирения оно у него получает очень необычное преломление. Смирение выводит к внутренней связи со всем сонмом живых и усопших, со всеми грешниками, как говорит Силуан, всем народом к постижению и переживанию своей общности со всеми. Опыт Силуана очень важная подспорь для христиан в современном мире, а для темы надежды что здесь важно? Здесь по-новому собираются вместе традиционные нити богословия отчаяния и надежды. Мы видим, что отчаяние побеждается и надежда восстанавливается, если мы пребываем в совместности с другими. Иначе говоря, если наша надежда имеет соборное измерение. Тоже верно и для отношения надежды с другими ее антиподами. Это два противоположных. Уныние и самонадеянность. Ну, я уже по причинам регламента о самонадеянности говорить не буду. Об унынии очень много говорит аскетика. Часто оно включается в орбиту отчаяния как одна из форм отчаяния. Но в аскетике это самостоятельный принцип, и при том, как все мы знаем, имеющий гораздо большее значение, чем само отчаяние. Именно уныние, но вовсе не отчаяние входят в знаменитый список восьми тягчайших грехов. Поэтому создается в аскетике богатейшая практика борьбы с унынием. Но это к нашей теме не относится. Важно только опять подчеркнуть, вот цитирую как всегда лествичника. Общежитие противоборствует унынию, а безмолвнику, то есть в одиночестве, анахарету, оно всегдашний сожитель. И монах, опять лествичник, исполненный благой надеждой, наносит смерть унынию. И еще важно в конце сказать, что вот все эти чувства, противоположные надежде, они разрушают и молитву, молитвенное расположение. Начинать молитву можно только с надеждой. В унынии, отчаянии, самонадеянности молитва оказывается невозможна. Так что еще очень важная грань – надежда, предпосылка молитвы. Ну и осталось последнее измерение, еще третье из толпо мира надежды – это терпение. И опять здесь совершается вот это христианское притворение терпения. В обыденной речи терпение нечто чисто психологическое, это одна из черт бытового поведения человека. Но в христианстве, я цитирую один эскетический труд, в христианстве терпение неразрывно связано с эсхатологическими чаяниями. И связь эта осуществляется именно надеждой. Цитирую, мы спасены в надежде. Вот исходный пункт и опора христианского терпения. То есть надежда создает основу для терпения и выводит его в эсхатологический и онтологический горизонт. Ну и здесь терпение, как мы знаем, оказывается общим элементом и надежды и любви. Все мы помним гимн любви апостола Павла. Любовь долготерпит и надежда долготерпит. Это их общее. Но связь терпения и надежды обоюдна. С одной стороны надежда опоры для терпения, а с другой стороны в свою очередь терпение помогает сохранять и поддерживать надежду. Цитирую Павла от терпения опытность, от опытности надежда. И Павел дает, цитирую, наставление, чтобы мы терпением сохраняли надежду. То есть в аскетических трудах христианины терпением занимает на поверку центральное место. Это из главных аскетических добродетелей. И вот этот аскетический характер терпения, а с ним и надежды, закрепляет Иоанн Лествичник. Он говорит так, надежду рождает опытное изведание даров господних. И это опять обоюдная связь. Аскетический опыт рождает надежду, а надежда со своей стороны содействует аскетическому деланию. Цитирую. Надежда привязывает к трудам, она поддерживает в подвигах. Ну и вот таков в самом белом описании космос надежды нашей. Многие его стороны я затронуть не успел, но всё равно, если бы будь у меня и больше времени, целый ряд проблем остался бы открытым. Сегодня в православном богословии вообще идёт активный подъём, создаются новые крупные концепции в сфере богословия личности, богословия общения, возникают новые крупнейшие темы, традиционные богословские разделы ставятся в новые связи, и настало время, чтобы православное богословие надежды тоже было вовлечено вот в это движение обновления. И тут есть свои глубокие вопросы, на которые я уже указал. Человечество выходит в космос, и мы должны понять, что такое надежда космоса, надежда всей твари, о которой сказал апостол, как идти к исполнению этой надежды в космической литургии, пока мы только ищем ответы. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ